сколько наш дом требует внимания недавно только юра его мыл а уже украшает а вы знаете где и когда появилась первая электрическая гирлянда еще в 1895 году в сша появилась первая электрическая гирлянда которая украшала ель перед белым домом последующее появление уличных елок с электрическими гирляндами было финляндии только в 1906 году друзья на канале интересная сам наташа юра с детройта сегодня дед мороз из тамбова приехал украшать к рождеству дом гирляндами так что оставайтесь нами вернее результат будет интересный я так думаю смотрите нас и увидите я продолжаю пока погода позволяет обещали солнце но обманули на может будет еще хорошо хоть ветра нет тихо тепло 12 тепла передаю так что нормально но история гирлянды идет еще в давние далекие времена жизни предков гирлянда переводе с латинского плетение декоративный мотив виде сплетенных листьев цветов стеблей ветвей плодов иногда с ленточками по другому гирлянду называют кута свинок но электрическую называют иллюминациям гирлянды использовались с давних времен для различных целей в различных культурах в основном как часть религиозных ритуалов или как личные аксессуары там крайне дом леса качают вот уже полца на минут 40 не знаю там наверно дырка спалит он качает выходит он качает и воздух выходит ну не знаю выйдет и выйдет белка побежала к нему на помощь орехи ищет она прячет традиции украшать гирляндами уходит далекое прошло еще у римлян привязывали гири у ленточки это считалось символом плодородия и возрождение жизни позже пятнадцатом веке в европе стали использовать горящие свечи чтобы отпугивать злых духов от дома петр первый принес эту традицию и в россию но с появлением электричества мир гирлянд засверкал другим светом гирлянды звездочки гирлянды цветы гирлянды шишки гирлянда водопад светодиодная гирлянда занавес гирлянда дождь что только не предлагает нам промышленная индустрия советском союзе первые электрические гирлянды начали производить только в 1938 году встреча на эльбе мама приехала домой от одного дома к другому дому тата работает собирает листья нужно каллы выкапывать работы и початый край каны николы каны ну мама а я думала самой делать юрий это делать или татове но если ты справилась туда-то справиться тем более уже обрадовался тата ну может если будет хорошая зима то она будет хорошо цвести нет она весной цветет ну а как по-другому потому что она весной цветет уже ранее у мамы фиолетовые резинки илонка делала прическу наверно а илинка цветочные гирлянды известные как мало почитаю это индусских традициях они являются символом уважения преданности цикличности жизни и смерти повседневном поклонении они преподносятся богу как символ уважения и поклонения в наше же время гирлянда потеряла свой символизм в это время что делает юра кружит хороводы в наше время гирлянда это элемент декорации гирляндами украшают дома деревья елки улицы они поднимают настроение делают жизнь яркой красочной заставляют нас улыбаться радоваться жизни это часть подготовки к празднику и торжеству мира любви добра любят гирлянды не только дети но и взрослые это возможность из обыденной жизни попасть сказочную страну волшебства а вы любите украшать свой дом гирляндами и как вы считаете стоит ли уделять этому столько времени как это делают американцы ты взял здесь красного цвета до лампочки некрасиво получается потому что розетки с этой стороны ну ладно вот так кружим хороводы и осенью и весной когда снимаем еще огоньки на елочке не зажглись а мы уже хороводы кружим пальмочку такую родила из этого дерева не пальма просто дерево окей досмотрите это видео до конца вы окунетесь эту прекрасную страну волшебства и оцените нашу работу вот этот трудовой десант все работают что-то делает я также обрезала все лишние листики обрезала все веточки которые были лишние до сейчас иду готовить обед это еще нужно обрезать и этот кустик еще нужно но сейчас там вышли на проверку да сейчас посмотрим что там все делают чем там они занимаются наши родные близкие юра все крутит хороводы уже переодел куртку жарко теперь ствол да я уже поставила готовить через 20 минут будет обед готов что честер сколько листьев собрали пока 4 мешка на это еще не все здесь у нас уже все чистенько по снежинке декоративные посудила здесь а мама статом копают канны не пора нет еще полчаса у нас как чернобыльцы цветут бархатцы как цветут это были такие страшненькие а теперь прям разрослись мама это мамин полисадник это просто клёны зеленые все свое ношу с собой берегу и здесь у мамы полисадник здесь она что рассадила ты азалия азалию а здесь гортензии но они пропали мы потом еще раз посадили если мы не лекарстве я певне трех забирать я также думала про них что их нужно будет забирать гараж наверно они замерзут а здесь базилик убил маминой гортензии мы посадим уже новый базилик уже не буду сажать и здесь петрушка у нас такая я же теперь на осень посаду я сидела в горшок алина зрезала и сидела на цей вон и воно мне за зиму спускало коренчики не дает мама нам лопату я рвусь за лопату тата рвется мама не дает соскучилась за этой работой красный клён у нас уже горит синими огоньками ну а здесь у нас елочка будет с разноцветными лампочками да как когда-то вот такие гирлянды были очень модные раньше они со старых времен у нас еще остались но мы не выкидываем все красиво горит ярко красочно осторожно не наступить а то мне все время говоришь а сам наступишь часть что аист готов к зиме но ему нужно связать точно придумал я ему свяжу шарфик шапочку или на клювик но и покрасим на следующий год это классная идея ему что-то нужно будет придумать если будет время то времени ни на что не хватает да юра говорит что это современные лампочку он сейчас их купил а я тут рассказываю целые истории до семейных традициях сохранили лампочки еще с нашего детства да ясно ясно и раз все понятно и раз того все управились а теперь можно и обедать то тоже три раза спрашивал когда обед и когда спереди все уже а я забыла даже завтра у нас в америке праздную день благодарения америке также есть свои традиции что нужно готовить на стол и американцы обязательно пекут pumpkin pie тыквенный пирог мы всегда его покупали а в этом году я впервые буду печь сама и этим кухонным волшебством я люблю заниматься когда в доме все уже спят так что завтра с вами поделюсь своим шедевром мы уже заканчиваем уборку и приглашаем вас на торжественное включение иллюминации юра уже сделал ограждение для смородины потому что едят олени объедают ростки веточки объедают и смородины не будут у нас на следующий год поэтому сделал такое ограждение а мы продолжаем убирать у тата упало давление сегодня мама ему таблетку давала но не хочет сидеть дома отдохнул немножко и пока я пошла снимать их здесь на улице компот у меня сбежал это точно у нас у мамы всегда если мы ставили на плиту кипятить молоко всегда молоко у нас сбежала с кастрюли убегала с кастрюли как у нас уже красиво чистенько приусадебный участок готов к зиме а вот какие бутончики у магнолии белый она сама первая зацветает и также и раздел такое ограждение заборчик для яблони потому что едят олени съедают выкопали каны красные бурдовые отдельно поставили хотя их сажаю вместе но разделили теперь нужно в гараж чтобы они немножко подсохли а потом их сложу пакет такой бумажный и подвал тестируем пробное включение иллюминации завтра будем заканчивать не успели все сделать голуби дики уже хотели спать и мы их разбудили потревожили еще гортензия цветет лисия на клёне еще такие красные как-то даже не верится что уже рождественская иллюминация о как красиво так еще не видно потом мы еще ночью включим ну вот молодец юрец юрец огурец и для бассейна в этом году ты сделал освещение а там снег на него упадет до снег накроет его говорит что снег в этом году не передавали классно очень красиво если спрашиваете как живут и родители в америке так же как в украине вот так в работе да в работе такими работами мы занимаемся только в субботу как голубь с голубкой вместе да вместе воркуете да работаете а вот такая сказка у нас получилась друзья оцените работу не забудьте поставить лайк и написать комментарий нравится ли вам или нет или вы считаете что не нужно так заморачиваться чтобы украшать дом у нас уже десятый час ночи вечера но так как темнеет рано то все кажется что ночь купили в олди рыбу красную ну и что буду делать сейчас часть засолю толстенький кусочек засолю поотрезаю но то что останется будем запекать духовке здесь получается на 50 долларов один лосось стоит 50 долларов здесь два филе таких подготовила точек чтобы засолить рыбу и противень чтобы в духовке запечь замерила величину лоточка сейчас отрежу вот этот кусочек рыбы и буду солить а вторую целую будем запекать и поставим туда еще остатки которые остались от первой рыбки никогда не ставлю запекать рыбу целиком всегда разрезаю на порционные кусочки и люблю это рыба с кожицей потом каждый кусочек еще хорошо протираю и забираю лоску если есть с той стороны потому что красная рыба очень вкусная с кожицей да и любая рыба вкусная с кожицей и в кожице больше всего омега-3 зачем это все выкидывать но если будет луска будет как-то неприятно кушать поэтому лоску еще проверяю забираю хорошо смотрю если косточки иногда бывает что попадаются вот так разрезали на кусочки всегда отдельно легко во первых на тарелку подавать и кроме этого она хорошо пропитывается целые рыбы никогда такая вкусная не будет если я запекаешь вот такими кусочками потому что в каждый кусочек попадает нужное количество соли на пропекается и такая вкусненькая по сторонам а что кусок поставишь целый совсем не то поэтому всегда делают только так на одну противно соль лавровый лист и на дном платочка также соль и лавровый лист потом кожицей туда выкладываю сверху рыбу для засолки также разрезала на четыре кусочки чтоб хорошо было нарезать и теперь солю здесь конечно много соли нужно будет побольше а здесь сейчас хорошо посолю и раздвину по бортикам также буду солить и сверху белым перцем рыбу для запекания еще посыпала приправой для морских продуктов очень хорошая приправа и сейчас зальем лимонным соком красная рыба для запекания любит когда много лимонного сока выжму сок 1 лимона ну а рыбку сегодня солить будет не просто соли я все равно немножко посолила немножечко очень очень мало и заливаем соевым соусом вот такая у нас соленая рыбка она получается такая вкусная намного вкуснее чем в соли у нее такой наполовину копченый вкус вот еще немножко потом нужно будет два три раза перевернуть чтобы она хорошо пропиталась соевым соусом и завтра утром на бутербродике такая вкусняшка будет это два точек холодильник ну а этот сейчас духовку разогрел духовку 200 градусов цельсия и буквально 15 минут а потом еще на две-три минутки включу функцию гриль у нас все любят зажаристую корочку друзья спасибо за просмотр вам и нам приятного аппетита хотя рыбку то мы будем кушать завтра уже еще выпекать пирог мира всем счастья добра любви всего самого лучшего до новых встречи пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»